МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ в выпуск вечерних новостей. В студии работает Гульмира Тимиргалиева, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В Алматинской области увеличилось количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 7 дней на 100 тысяч населения области приходится 16 случаев. В связи с неблагополучной эпидситуацией карантин и некоторые ограничительные меры в Алматинской области будут продолжены, в том числе обязательное ношение защитных масок. Внимание нацелено на усиление санитарно-дезинфекционного режима на территориях средних школ и гимназий. Групп на онлайн-обучение с сроком на 10 дней с 11 по 21 января. Режим, сроки и ограничения могут меняться в связи с эпидситуацией в области. При появлении первых симптомов респираторной инфекции следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медорганизации путем вызова скорой помощи по номеру 103. Бесплатный проезд на автобусе будет доступен 10 января для всех талдыкурганцев. Связано это с выборами депутатов Можилиса парламента и Маслихатов. Общественный транспорт будет возить жителей областного центра с 6 утра до 9 вечера. Строго будут соблюдаться все карантинные меры. Вход в автотранспорт без масок запрещен. Заполняемость салона не должна превышать 50%. К слову, завтра по городу на линии, как и в обычные дни, будут работать около 200 автобусов, которые будут курсировать по 26 маршрутам. По всему городу задействованы 7 автоперевозчиков. Пассажироперевозкой занимается все предприятия. Завтра будут возить пассажиров бесплатно. Санитарные нормы соблюдены. Водители все проинструктированы. За время работы они тоже будут участвовать на выборах. У них время все предусмотрено. Во время перерыва они тоже будут в своих избирательных участках голосовать за наших депутатов будущих. Мои дети, мое богатство. Семья 42-летней матери-героини, проживающей в селе Сарозье Кирбулакского района, признана образцовой. А в скором времени в ней ожидается рождение 14-го по счету ребенка. О секретах семейного счастья многодетной пары узнаем из материалов сюжета. Сарсинбай Садвакасов и его супруга Гульнас считают себя счастливыми родителями. В их большой и дружной, к тому же образцовой семье подрастают 10 дочерей и 3 сына. А в наступившем году в семье ждут рождения 14-го ребенка. Признаться честно, мы с супругом прошли через многие трудности, воспитывая наших детей. И никогда не жалели об этом. Потому что дети – это счастье, данное богом. К тому же казахи всегда отличались высокой рождаемостью. У Гульнас непререкаемый авторитет уважаемой Келлен, верной жены, любящей и заботливой матери. Для нее же смыслом жизни являются дети и их успехи. Сыновья радуют родителей медалями, завоеванными в спортивных состязаниях. Девочки же – прекрасные мастерицы. А в целом своих чат Читас Адвакасовых считает добрыми и отзывчивыми. «Человек, у которого есть братья и сестры, поистине счастливый. Ведь все мы поддерживаем друг друга. И я счастлив, что родился в такой большой и дружной семье». Мечта Сарсинбая и Гульнас – дать своим детям достойное образование. Мало родить ребенка, его нужно правильно воспитать, считают образцовые родители. А потому их семья является примером для многих сельчан. Казахская культура в прикладном искусстве. Житель Сарканского района – потомственный ремесленник. В его изделиях отражены культура, история и традиции казахского народа. Своим творчеством он отдает дань уважения нашему наследию и вносит свой вклад в его сохранение. В давние времена профессия Скорника-Кожевника была очень непростым и тяжелым занятием. В наше время для многих это стало не только профессией, но и частью творчества. Наш герой, потомственный ремесленник, уверен, что одна из его задач – это приобщить молодежь к казахской культуре и истории. Они не должны забывать наследие нашего народа, говорит Даулет Дананбаев. «Я хочу оставить свои знания и умения следующему поколению. Это же очень важно. В нашем народе камча – это часть многих аспектов жизни наших предков и, соответственно, часть нашей истории». Во все времена в казахском народе камчи относились с уважением. Это атрибут жизни и быта наших предков и даже один из видов оружия. До сих пор она остается ценным подарком для каждого казаха. По исследованиям этнографов, у камчи есть более 20 видов. Они разделяются по мастерству и структуре изготовления. «Самой ценной, я считаю, вот такую камчу. Ею пользовались состоятельные люди и ценили её не только за качество, но и за эстетичность». Даулет Данбаев рассказывает, что на изготовление всего одной камчи уходит целых два дня, и то, если все материалы уже готовы. Если учитывать весь процесс от начала до конца, то в среднем требуется один месяц, поскольку на подготовку кожи уходит много времени. В основном используется кожа крупного скота. «О возрасте камчи многое говорит её запах. У качественно изготовленного кожаного изделия, даже когда оно сильно износится, бывает приятный и ненавязчивый аромат». Как рассказывает Даулет Данбаев, в казахской культуре камчу преподносили как дар даже девушкам. Такое изделие всегда старались красиво и симметрично заплетать, а также украшать рукоять различными драгоценностями. Мастер своего дела Даулет вкладывает смысл в каждый элемент, ведь для него это не только занятие для души, а настоящая философия жизни. Фан-встреча в Талдыкургане известного чебана-тиктокера из Жамбылской области оказалась провальной из-за несоблюдения санитарного режима. Юный блогер, опубликовав в своем аккаунте место и время встречи, собрал недопустимое в условиях карантина количество человек. В этот момент мимо проходивший патрульный вызвал наряд полиции, вследствие чего толпу фанатов отправили по домам. Напомним, Абдекадыр Наур-Избек, он же Авди, имеет на своем тикток-аккаунте более двух миллионов подписчиков. Темой его юмористических роликов является домашние животные, за которыми он присматривает. При этом нужно отметить контент, набирающий огромное количество просмотров, не приносят прибыли. Юноша говорит, что пока не готов заниматься рекламной деятельностью. Я 15 лет, школьник, и живу в Джамбульской области. Мне отдохнивал дедушка, потому что он сказал, типа, начни тоже снимать, как другие блогеры, может прокатить так. Ну и я начал снимать тоже. Моя популярность на меня не влияет. Такой же человек, как и прежде. Миллионы достиг, и все. Это было нелегко вообще. Один, полтора года. Терпел хейт, много оскорблений, но все равно продолжал. Не читал комменты. С такой вот силой приветствовали сегодня юные талдыкурганцы своего мира. Количество прибывших фанатов удивило не только прохожих, но и самого тиктокера. Поприветствовать героя соцсетей собрались в основном дети в возрасте от 7 до 15 лет. Я рад, что в Казахстане есть такие люди, которые могут добиться успеха ни на что не смотря. Я смотрю его довольно долго. Я могу сказать, что он очень хороший и добрый тиктокер. Он не посмотрел, что живет в ауле. Он добился и труд наградил его успехом. В Алматинской области нарушений правил дорожного движения, а соответственно и травматизма на дорогах, станет меньше, уверены сотрудники полиции. На магистралях с интенсивным движением дополнительно установили 20 постов с камерами фото и видеофиксации нарушений ПДД автоураган. Итого в регионе функционирует 46 постов стационарных аппаратно-программных комплексов. Интересная статистика. Име с момента запуска было зафиксировано порядка 46 тысяч нарушений ПДД. Информация с установленных постов в автоматическом режиме поступает в процессинговый центр управления административной полиции. Там проходит интеграция с единым реестром административных правонарушений. После чего сотрудники управления адом пола обрабатывают данное нарушение. Далее система направляет предписания о штрафах транспортных средств нарушителям ПДД. Незаконный отлов рыбы под запретом. В целях недопущения нарушений в этой сфере на Капшагайском водохранилище проходят регулярные рейды. Проверка проводится инспекторами природоохранной полиции совместно с представителями рыбохозяйственной службы. В результате мониторинга на водоеме в прошлом году было выявлено и возбуждено 7 уголовных дел. Составлено 68 административных протоколов. Кроме того, специалисты отрасли проводят и разъяснительную работу с населением. Рыбакам раздают памятки с правилами безопасности на льду. Строго соблюдать чистоту на озере среди рыболовов. Не ездить на льду транспортными средствами. Также следует помнить о необходимости не оставлять после себя бытовые отходы. Мы призываем к бережной заботе о природе. Общественные советы теперь могут влиять на государственные закупки, передает Ордком Киезет. В ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций вице-министр информации и общественного развития Булат Тлепов сообщил, что эти поправки считаются одними из основных. В соответствии с новым законом, общественные советы могут быть в составе комиссии конкурса государственных закупок. На этом новые полномочия не заканчиваются. Теперь их представители имеют право заслушивать информацию руководителей правоохранительных органов на местном уровне. Такая норма закреплена в соответствующем законе, подписанном главой государства. Необходимо отметить, общественные советы – это консультативно-совечательные органы. Они не являются юридическими лицами. В этой связи на общественные советы не распространяются нормы законодательства о рассмотрении обращений граждан. Вместе с тем, на основании обращений граждан общественный совет принимает решение об инициировании проведения одного из форм общественного контроля. Полагаем, что такие меры позволят повысить открытость и ответственность правоохранительных органов. Жуткое ДТП произошло в городе Алтай восточного Казахстана, сообщает закон КИЗ. Серьезно пострадали два сотрудника местного СТО. Они стояли на обочине, когда на них налетел автомобиль. На кадрах видно, как иномарка несется на скорости, ее заносит, а затем отбрасывает за пределы дороги. Как рассказали в полиции, водитель не справился с управлением. Он не пострадал. Назначены экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение в отношении виновника аварии. 29-летний водитель автомобиля Тойота не справился с управлением и допустил наезд на СТО. По данному факту начато досудебное расследование, рассказал заместитель начальника ДПВКО Талгат Нуреев. Факт живодерства в Атырау попал в видео. В соцсетях появились кадры, на которых привязанную к машине собаку тащат по дороге. Живодера остановили неравнодушные люди. Он вышел из машины. Иным вопросом, зачем вы это делаете, взял собаку, закинул в багажник и уехал. Позже четвероногого нашли волонтеры. Он жив и сейчас проходит лечение. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту установлен и задержан водитель автомашины. Нарушителем оказался житель города Атырау. Ведется досудебное расследование по статье 316 УК РК. Жестокое обращение с животными рассказали в полиции. Валматы 15-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери. Школьник нанес ей множество ножевых ранений. Шансов выжить у женщины не было. После жестокой расправы парень бросился на улицу. По словам официального представителя ДП города Алматы Салтанат Азербек, патрульный экипаж Буран-61 заприметил юношу. Он был босой и без верхней одежды. Мальчик сильно замерз, получил обморожение. Далее подросток рассказал, что схватился за нож после ссоры с матерью. На место преступления сразу же отправились оперативники. В квартире они обнаружили тело 40-летней женщины. В настоящее время подозреваемый дает показания. Подростку грозит до 15 лет тюрьмы. Специалисты не исключают, что у юноши психическое расстройство. Уже назначены необходимые экспертизы. Известно, что мать и сын жили вдвоем. Соседи говорят, скандалов никогда не слышали. В ночь убийства в доме было тихо. Президент Касым Жомар Тукаев подписал экологический кодекс страны. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов, это реформаторский документ. Ему предшествовало длительное обсуждение. Главное было соблюсти баланс между экологией и экономикой, сообщает Ордком Кейзет. Ряд трудностей был связан с техническим и технологическим вооружением промышленных предприятий. Одним из активно обсуждаемых вопросов в новом экокодексе был пункт целевого расходования эмиссии. Из-за отсутствия обязательств в старом документе, акиматы распределяли меньше половины поступлений на природоохранные мероприятия. А в некоторых регионах на экологию направляли лишь десятую часть денег. Теперь это упущение исправлено. На сегодня определены шесть пилотных городов. Идет активная проработка вопроса с акиматами по вопросам наличия земельных участков, инфраструктуры и гарантированной загрузки отходами. В случае успешной реализации пилотных проектов, опыт будет распространен и на другие города. Ожидается, что за счет этой технологии к 2025 году уровень переработки достигнет среднеевропейских 30%. На сегодня на более чем трех тысячах полигонах страны накоплено 125 миллионов тонн ТБО. Доля переработки составляет порядка 15%, однако это крайне недостаточно. Для сравнения, в развитых странах этот показатель превышает 30%. В этой связи для снижения скопления отходов на законодательной основе внедрена энергетическая утилизация отходов с применением технологии Waste to Energy. Что это из себя представляет? Мусор будет сжигаться и производится электроэнергия, которая затем продается в общую электрическую сеть. Три человека погибли, один выжил при крушении легкомоторного самолета в Ленинградской области. Инцидент произошел в пятницу днем в районе аэродрома Гостелицы. В МЧС опроверили информацию о том, что на борту упавшего самолета был ребенок. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, перед крушением самолет в небе столкнулся с другим воздушным судном. Пилот другого самолета Cessna госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета. Мэр Лондона объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с крайней перегруженностью больниц. По его словам, распространение коронавируса в британской столице вышло из-под контроля. Показатель заболеваемости здесь составляет 1000 на 100 тысяч человек. Среди европейских стран Великобритания заплатила самую высокую цену. Жертвами COVID-19 стали 80 тысяч человек. Только за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 1325 заболевших. В больницы Лондона поступает каждый день более 800 пациентов, тогда как перед Рождеством этот показатель составлял 500. Власти столицы ввели жесткий карантин для 9 миллионов жителей 20 декабря. Несмотря на это, темпы заражения возросли, как объясняют специалисты, из-за мутировавшего штамма. Как отмечают местные СМИ, в последний раз режим чрезвычайной ситуации объявлялся в Лондоне после терактов 7 июля 2005 года. Такого снегопада давно не помнят здешние места. На север, центр и восток Испании обрушился шторм Филомена. По расчетам синоптиков, в воскресенье белый ковер должен покрыть половину территории страны. Более 200 трасс оказались недоступными для грузового транспорта. Снегом завалило и Мадрид. Непривычные к такому зрелищу жители испанской столицы смогли попробовать экзотические виды досуга, как коньки. Синоптики не исключают, что эпизод начала января войдет в анналы Испании, как крупнейший снегопад за последние несколько лет. Был побит и температурный рекорд. В ночь со среды на четверг столбик термометра показал в испанских перенеях минус 34 градуса. По данным метеоролога, в воскресенье Филомена должна покинуть и территорию Испании и направиться к северо-западному побережью Африки. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин